Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 8 стих. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Простой стих, но касается всех. Я еще не встретил ни одного священника, ни одного архиерея, который остановился на этих стаках. Они поняли для них, в алтаре он стоит, поднимает руки. Вот приезжает метроплит, он вот так только поднимает. А вот приезжал сейчас Антоний, он вообще вот так. А почему? Если поднимать, значит поднимать. Речь идет выше головы, это первое. Но сейчас вот наш архиерей, он много уже меняет. У нас встречи бывают. И касается всех. Мужи. Так что там мужи, а здесь кастрированное раздание, не мужи. И вот когда у нас люди были, объяснил, все поднимают руки, так смотрят. Батюшка трижды поднимают воскресенье, поднимают. Ни в одной книге церковной, а их очень много. Ни настольные там 9 томов, ни у Солунского нету. Как поднимать руки? Самые лучшие знатоки Библии ответить не могут. Как например во сколько говорит Христос воскрес на пасхальную ночь? Пять минут. Потому что Библия умолчала об этом. У нас здесь костер, детский лагерь, я там 45 лет был директором. Вышли еще Степаненко Максим. Очень известный человек. И он конечно с удивлением на все смотрел. И вот когда сказал, что поднимем руки, все встали и подняли руки. И вся эта фотография на весь мир обошла. Православные-то смотри, уже вразумляются. Но что если говорится о мужах, нет, значит, что женщины должны поднимать. Вот если кто-то скажет сейчас, что Богородец это женщины. А молимся, благослови жен и дев. Она приснодела. Слово женщина, жено, это одно слово. И на кресте везде он говорит, жено. Си сын твой. Вот они стоят. Вот смотрите. Вот у нас здесь икон много. Примерно, которые в алтаре 40. Нигде нету, чтобы опущенные руки были. На отдельной иконе бывает, ну вот подряд, гляньте только где-то. Я пошел в Покровский митрополитический собор. 470 изображений. Нигде нету. И вдруг изображают Ирисовету. Родную и сестру расстрелянной царицы. Руки у нее. На каком основании, кто, никто не знает. Мы сейчас посмотрим, какая беда, когда руки опущены. Бог порицает это. А сегодня говоришь, подними руки, хотя бы так. Вот пуповина разделяет верхняя часть и нижняя. С сегодняшнего дня, вот вчера не было 135-й псалом, я сказал по стихам, буду говорить, пока не дойду до конца. Где вы берете это? Из Библии. Вот мы с ними договаривались. Если я буду говорить правильно, неправильно, он считает, прямо Библия в руках у него. Вот мой недостаток видеть зрение, послужило против соблазнов. Ни один человек теперь не заикается. Да вы говорите, что он считает закладки. И он не знает, что дальше будет считать. Сейчас сказать, ну на том все, он дальше положит Библию и все. Не подозревать. И вот мы сейчас увидим, когда говорит, у меня переписка была очень близкая со старообрядческим митрополитом Корнилием. Ну я ему послал книги, он очень благодарил, я нашел много нового, интересного и полезного. А у него вышла книга «Сто проповедей митрополита». Вот, ладно, я взял, начал считать, и он говорит, исследуйте, что я неправильно там говорю. Вы неправильно, я говорю, Владыка Габририевич и Корнилий, вот что. Братья и сестры, этого нет в Библии. Братья, туда входят и жены. Притом во всей Библии ни разу, хотя братья упоминаются около трех с половиной тысяч раз. Почему? Ни разу до четвертого века ни одного святого отца, как у Иоанна Златоуста, 12 томов. И братья и сестры нет нигде. Когда я ему сказал, никогда не думал, я это учту. Он бы сказал, да я, он молодец. Вот, когда у меня последние книги были, почти наши люди подарили ему. И он вышел, выступал на весь мир, помянул мне имя Отчества и показал ревность к Слову Божию, чтобы своих побудить. То есть, это православное, но только сохраняет этот обычай. Сегодня мы начинаем говорить о руках. Если 135-й целом я добиваю уже дальше, то поймите, сколько там заложено. Вот преподавая в университетах, занятия наши шли там. Перед началом мы всегда считали царю небесной утешкой. Ну, вы каждый раз видите. Я сказал на это 60 проповедей, на эту молитву. 60. Никаких повторов. Это удивление для всех было. Как так? Сколько сокрыто? Златоуз говорит, не пропускай ни одной точки, ни одной запятой, ни одного слова, ни одной буквы. Если говорится, чтобы поднимали руки, поднимать. Батюшка, конечно, в это время, он не видит нас спиной, стоит в субботу один раз. Как поднимать руки, не знаю. Я пришел к выводу, что поднимать нужно вертикально к верху. Раз поднимать, значит поднимать. Держать так и ладонь к ладонью, и как можно выше. Откуда из Слова Божия можно найти кое-что? Когда я стал им показывать, так почему же ни одной церковной книги нет? Лень. Наша лень православная. Мы увидим, что люди пользуются рукой неправильно. Здесь я начинаю говорить рука. В следующий раз нога. Почему? Отвергнись себе, возьми крест, следуй за мной. Себя отвергается головой. Отвергнись себе, возьми крест, крест рукой. Следуй за мной ногами. В самой молитве. Вот мы сейчас пели, очень хорошо пели, святые божьи, святые крепкие. Откуда эта песня? У православных всегда мысль, а как на небе ангелы проставляют? Вот такую бы молитву. И крестный ход идет, и вдруг мальчика поднимает, какая-то сила, он исчезает в облаках. Насколько достоверно, сколько они были, несколько часов стояли на месте. У нас потерял свидетель. Только он опустился сразу. Как оно там на небе? Он говорит, я слышал, говорили, святые Божие, святые крепкие и святые бессмертные. А помилу нас нету. Почему ангелов нет помилу? Они не согрешили никогда. А теперь уже сегодня говорят как? Святые Божие. Речь идет об Отце Небесном. Святые крепкие, рожденные демоны. Святые бессмертные. Делать так, чтобы видно было, что ты крестишься. Помилуй нас. А помилуй – это левая сторона. Потом расшифровать вначале. Армяне, армянская церковь апостоличная. Она от апостольских времен идет. С ней очень хорошее отношение. Они добавили – распныся за «ны». Православные не приняли это. Как же? Бог Отец не распинался. Дух не распинался. А мы будем говорить – нет. У нас твердо святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные. Помилуй нас. Здесь дед стоит середина лба. Здесь дед боповина. Здесь правая. А здесь левая. Вот сегодня крестится. Я раньше видел президента российской демократии. Он с патриархом близко. Крестился нормально. Сейчас крестится, как патриарх. Как? Это перевернут крест. Это колдуны так делают. Вот такая есть книга, которая открывает все. И уговорили – мы освящаем села Своя. Не освящаем. Речь вот о Христе Христовом. А теперь пишут. На много лет один человек говорил неправильно. Вот нарисуй так. Сейчас ту. А здесь так. Где? Перевернутый крест получается. И мы не видели это. Слободского книга. Закон Божий. А кто говорил-то вам все время об этом? И мы столько лет учили, в книгах писали о священниках. Никакого освящения. Мы показываем крест. Иоанн Златоус говорит, кто небрежно совершает крестное знамение, тот радует демонов. Тут они в гладоши хлопают. Они в алтаре везде. Им нет закрытия никакого. Закрытие только одно. Вера во Христа. Даже вот крестное знамение. Так крестился князь Владимир. Так пошел Никон. Католики. Пятью. Я стал исследовать, какое правильно. И вывел, что двуперстия и троеперстия на равных идут с элементом ереси. А кто самый правильный? Католики. Я все поясняю правду. Не дремите. Вам это сгодится сказать другим. Почему? Потому что это Бога человечество. Преклоненные небеса соединяются как... Объяснение. Но на Христе страдала плоть. А это Бог. Он не мог страдать. Иоанн Закон говорит. Божество бесстрастно. Если говорит Господь. Сойдем посмотрим. Такое вопль на них. Нам чтоб понятно было. Антропоморфизм. Очеловечивание божественной сущности. Чтоб нам было более понятно. Это Троица. Троицы нет на Христе. На Христе страдал Христос как Бога человек. Но Божество бесстрастно. Человечество. Человечество. Вот для себя это возьмите. Здесь Пуповина. Сыне Божий. Помил меня грешного. Идет с патриархом служение. Я наблюдал. Один или два только епископа правильно перекрестились. Ты крестись так, чтобы сзади было видно. Сзади. Где соединение руки. А не где-то здесь мотать. Почему? Вчера я как раз об этом говорил. Читали. Первый стих, который я наизусть заучил в Библии. В 62 году. Это Евангелие Тяна 8, 44. Рядом божественные люди. Все в храм ходят. Голятся. Платят десятину. Баранов ведут. А Господь вышел и говорит. Ваш отец дьявол. Вы хотите исполнять похоти Его. Он ведет человек, убийца и ложь. Когда говорит ложь, говорит свое. И он лжец, отец лжи. У нас ложь на каждом шагу здесь. Я говорю божественные слова. А сегодня второе, которое меня подвигло смотреть. Книга Иеремии, 48 глава, 10 стих. Я в Библии считал. Сколько, говорит, тратили? Примерно 10 часов. Солнц сокращал, сокращал. Довел до 2,5 часов в сутки. Еще. Сила-то была 23 года. И как там прямо говорится. Проклят! Кто делал, Господне делает небрежно. Точка. Проклят! Кто меч Господень удержит от крови. Когда спрашивают, почему напали на Украину, то другое. И когда я сказал, вся ересь идет оттуда. Что попы не крестят, а только ладошкой мокрой. Это все оттуда идет с Украины. Все ереси. Это проклято пришлось туда. И Господь сегодня отомщает им. Господь! Я говорю, молиться за мир нельзя. Проклят! Кто меч Господень удержит от крови. Так как же не видели это? Да как же вы не видели это? Когда Библию руки не берете. Да не отходит книга себе от уст твоих. Но поучается мне день и ночь. Дабы в точности исполнить. Иисуса Новина, 1 глава, 8 стих. Я уже не открываю. Посмотрите. А дальше 1 Тимопея 4, 16. Вникай в себя и в учение. Вникай. Вникай. Не просто считай. Вникай. Поступая так, спасешь и себя, и слушаешь и тебя. А не поступая из себя никого. Я разговариваю со священниками. Скажите, что у вас здесь божественное есть? Ну, таинство. Так почему-то от народа прячется за дверями этими. Дубовые двери сделали. Постоянно откроют, закроют, шторку дернет. Опять. Где у вас написано про кадила? Где? Лишь бы кадила в руках ходила? Ну, это... Да не людей обкают. Я говорю, что стены? Нет иконы. Ну, один раз прошел. Зачем четыре тараза? А когда столик поставил, священник обходит с каждой стороны четыре, три раза, двенадцать раз. Вы вдумайтесь, куда уходит это время? Библия в стороне лежит. Сектантство возникает от протестантизма Мартина Людера, 1517 год. Их сегодня уже 900 с лишним миллионов. Почти миллиард. Православные 250. Все православные церкви, грузинская, пенляндская. Все со старобрядцами вместе. Насколько считают? А почему? Слова Божия нет. Мы сейчас держим в руках... У него три слова. Первое. Слово Божие, нечеловеческое. Дальше. Священное Писание. И глава у нас тут неправда. Еще третья глава здесь как бы голос подает. Святая Библия. У нас в Библии написано. На корочках везде, во всех нациях написано Святая Библия. Халибайбл, английский. Халигенбибель, по-немецки. Прямо на корочке. Халиген это Святой. Почему у нас слово Святой не ставили? Мне приходится в книгах везде вставлять теперь слово Святая Библия. Название Святая Библия. Это третье ее название. Мы обратились к ней. Как мы пользуемся руками? У меня отец, он попал в 41-м году под Смоленск. Наступает враг. Ну и бомбил здорово. Командир сказал, прясаться надо на кладбище. Никогда. А как они увидели, что на кладбище? Там мертвецы, говорит, воздух летели. Отцу вот так, вот с такой культяпкой он был. Оторвал только руку, но пока привезли в Красноярск, на юг. Считаю, что воин Иосифовский у него врач был. По тому, как он рассказывает. Я так примеру говорю. Но в деревне были еще один безрукий. Ну так где-то потерял по пьянке. А человек был с одной ногой. Я честно говорю. У тебя по словам ищут. Многие здесь одна рука. Дрова колет. Все у него идет. Скотей не дает. А ноги-то нету. Куда он? Он считал, что в данном случае, да он прав был. Но мы сейчас коротко посмотрим. Где мы пользуемся? В Библии держат руками. Листат руками. А если бы руки-то были не такие. Печатать нельзя. Инструменты играть нельзя. Ну если бы были как копыта. Срослись вместе. Вот земной поклон. Вот так вот склонится у нас. Руки раскинул. Даже это не знаете как. Слушайте внимательно. Вот это десять. Это десять заповедей. Нужно так поклониться, чтобы пальцы были вместе. Но голова прошла до пола. Лбом задеть. А кто? Житие святого Иакова. Апостол. Так что у него, говорит, на коленях и на лбу. Как у осла, говорит, кожа была. И вот так и звали святой Иаков. Поклонился руки так, чтобы голова прошла. Десять заповедей признал. В этом. Раза три и тебе это обойдет. И не раздвигая никуда, как перья птица. Поклониться правильно не знаю. Ведение начинает рассказывать. Ну заходит один святой. А тут гирь куда-то. Там меньше ты или больше сделал. И он видит, у него на шее змея опутал его. Он говорит, и давно это? Ну я от отца принял в магазин. Да не про это. Когда змей тебе на шею залез? Какой змей? Ну который висит у тебя. Господи, отрой ему глаза. Убери руку, пока не ужарила. Ты гирю испортил, чтобы с людей больше денег взять. Ну делай такое. Сегодня как проще это можно сделать-то? И так и здесь. Кланяется человек. И не видит в себя, что рука-то у него не доносит. А другой вышел. Давно он у тебя? Кто? Демон на плече сидит. Рукой-то не достаете. Патриархи все левой рукой, левое плечо не достают совершенно. Ну вот это же не плечо. Я смотрел греческий крестик. Все священники. Так вот здесь вот. А что безумие? Вот по-другому не назовешь. Господь проклят. Кто делает, Господь делает небрежно. Садить огород, щеснок. Это человеческое. Оно тоже Божие. Ну крещение правильное, креститься, но это Божье дело-то. Я же к Богу обращаюсь. Да ты подойди сейчас кому-то, вскинь вверх вот так вот руку, как у фюрера было. Тебя могут спросить, почему так. Если ты то, хочешь вместо этого поставить, как сегодня нас учили, как рука, так, до брови должны наклониться на уровне плеча. Сколько дрессировали? Это форма руки, это рука делает. Рукой мы приветствуем друг друга. Видите как? Где рука? О руке мы сейчас беседуем, сегодня. На всяком месте поднимать руки, без гнева и сомнений. А что мешает? Ну-ка, еще раз прочитай. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнений. И не я. Значит, гнев, в душе ты его не видишь. Или сомнения. Как я говорю, о тебе это все. Во всяком месте. И малые дети, и все поднимайте. Так у нас много что не принято. Я говорю, убери кадила. Службы нет. Дверь закрой, чтобы свечи убери. Про свечи слова нет. Я спрашиваю, а для чего свечи? А чтобы икону закоптить, говорит. У нас восковая, она запах дает, она не портит. А такие-то, там не видно одна темнота, и надписи никакой нет. Повторяю, если вы рассмотрите все изображения, чтобы руки опущены были. Никак. Ниже этой части не опускай. Вот так можно сделать руки. Так. То есть ниже не опускай. А я не могу. Господь найдет. Карту доносишь. Выше пояса поднимаешь. Сколько раз ты за ней поднимала руку? А в храме поднять руку я не могу. Одну руку подними. Две руки опущены. Нет ни на одной иконе. А разве это мало? А у нас икон в других больших храмах. Счета нет, кажется. Я вот стал наблюдать. Передо мной часто бывает. Только зайдет. Мужчина. Намного моложе меня. И сразу плюхнулся. И сразу руку вот сюда вот. Понимаете? Я все время. Да чего ты сделал? Я стал приглядываться. Один, другой. Излишний вес. Он тянет. И он все время держит. Вот есть такие опции, у которых хвост называется курдюк. Там сало вот так. Насколько у меня курюк больше кулака. Я думаю, он рекламирует. Зачем? Который вот стоит нормальный. Лишнего нет. Он никогда не делает. И я заметил, это делает излишний вес. Вот постепенно только дохожу до этого. Будьте внимательны. Это не поможет. У нас тоже с излишним весом. Есть человек такой. Ну, попав в больницу, лечится. Врачи говорят. Убрать надо. А лекарства не помогут. Убрать. И по-настоящему убрать. Я встретил только в камере. Я молился. Один человек подошел и говорит. Вот что вы сейчас людям говорили. Я верю, это Христос. Я говорю, давай молиться. Сразу начальству доложили нас оттуда. С второго этажа. Такой полуэтаж. Половина там. А половина окошки выше земли. Редькин Владимир Прокофьевич. Вот такой же вот. Ох. Мамона. Да я сокрушу тебя. Нет. Два достал как-то чашку пустую. Когда опять дают. Там в двери. Карпушка называется. Он ее туда. А простую держит. А в окошко. В глазок. Специально наблюдает за нами. Полторы недели прошло. У него ничего нет. В рот ничего не берет. И все. Это лекарство очень простое. Да у меня кость широкая. Рот широкий, а не кость. Почему у нас в природе ни одного нет толстого? Ну у вас. Ну что у нас. Меня тянет вечер. Вот. С сегодняшнего дня холодно. Буду тогда ужинать. Я уже сказал. А то и ужин не дым. Мясо уже 60 лет в рот не пьем. Я просто делюсь опытом. У нас. Златоуст высмеивает этих людей. Тебе что в жертву хотят принести? Чтобы овса была жирная. В жертву? Нет. Зачем тебе этот вес? Как будто город приготовился к осаде. Город это твое тело. Завтра будет голод. Во время блокады Ленинграда. В первую очередь умерли. Которые толстые были. Они не могли. Это не просто перерабатывать. Слушайте внимательно. Проверьте себя. А сколько у тебя лес? Ну за девять. Там. Попроси. На косяках. Заметь. Сколько сантиметров. А теперь веси везде. И отнимай сотню. Еще пять добавь. И все остальное лишнее. И все. Больше не надо ничего. Не надо никаких процессов проверять. Там человека водят по больницам. Тело свое. Мы сегодня говорим о руках. Как с руками нужно обходиться. Я немного места попрошу открыть. Еще сейчас мы откроем. Так. Слово сказать. Слово руки. Встречается в Библию. Тысячу шестьсот двадцать семь раз. А так как мало? Тысячу шестьсот двадцать. Ну рукам своим дай. Не давай волю. Они на что думают? Дальше. В Новом Завете. Ну Новый Завет это не ветхий. Да. Сто восемьдесят три раза. Книга Иова 4.3. Сто восемьдесят три раза в Новом Завете о руке говорится. О руках. Мы сейчас посмотрим. Умеем ли распоряжаться руками. Чтобы левая не знала что делает правая. О руках говорится. Вот. Ты наставлял многих. И опустившиеся руки поддерживал. Опустившиеся. Этих людей надо поддерживать. Опустившиеся руки на молитве. Все время здесь. Ниже пуповины не опускай руки. Надень пояс. За пояс заткни как-то. Ну что так попустились то. Когда Библия сейчас будет высмеивать этих людей. Они показывают. Рекламируют. Что они никуда не годные. Евреям 12.12. Это немного. Всего десять мест. Тысяча шестьсот двадцать семь раз. Чтобы прочитать надо узнать. Для чего нам руки Бог дал. Здороваемся как? Руками. А сколько пальцев? Каждый жест что-то означает. Пальцы показывают. Доброе. Злое. И друг на друга показывают. Это все пальцы. Итак. Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено. Ослабевшие колено. Укрепите. Поднимите. Это свидетельство, что человек духовно слабый и расслабленный. Там труха одна. На этом на молитве мы сами показываем себя какие мы. Мне делали операцию. Тяжелая работа была. Там шпан, рельсы и три грыжи. Позвонки давили. Межпозвоночную выдавили. Операция опаснейшая. Профессор, кто делал операцию, сразу после пришли меня щипет. Вы чувствуете? Не перерезали. А тем более у меня в позвоночнике два отверстия. А у меня одно. Спутанное насколько. И как Господь сделал? Две грыжи у меня все время здесь. Сказали вот столько-то. Три года. То-то, то-то. Первые три месяца не садись. Можно только стоять и не лежать. Я хочу поклониться. Никак нельзя. Я все по миллиметру добавляю. Находясь что-то хряснуло. Я сейчас могу показать. Земной поклон, так сказать, поясной. Он должен так быть, чтобы не спередать колени. Достать рукой. Хотя один раз себя проверь. Не просто как кулик на болоте. Иные во время моления вот так вот ногу подогибают. Святые высмеивают. Кто считал житие святых? Дмитрий Ростовский. Двенадцать томов. Они у нас на сайте стоят, насчитанные мною. Он прямо говорит. Ты не жирал на болоте. Встань. Ну ты пришел перед начальником. Будешь там где-то колени подгибать? А почему? Небрежность. Мы предстали перед Богом Всевышним. Я сказал. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные. Помилуй нас. И когда мы молимся по интернету, я специально руку задерживаю немножко, чтобы они увидели. Святые Божие Отец, святые крепкие Сын, Дух Святой. Ну а это наша сторона. Помилуй нас. Вот когда поете и креститесь, возьмите это за правило. Сильно трогает. Еще раз прочитаем. Двенадцать, двенадцать. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена. Опустившиеся? Почему? Мы сейчас прочитаем. Когда руки подняты, враг падает перед нами. Когда руки отпускают, враг наступает. Это Библия говорит. Мы в храм пришли. Ну, приготовься к этому. Придешь домой, будешь обедать руку, то поднимешь. Да я нет беда. Не ищи полячки, они будут сразу. Ты признал их. А их еще нету, они будут тогда. Сохрани Бог. С Богом их игры нету. На полном серьезе все. Дашь. Исход. Семнадцать, двенадцать. Израиль выходит из Египта. И какие Бог дает наказы? Ну, руки Моисеева отяжелели. И тогда взяли камень и положили под него. И он сел на нем. И дальше? А Рон же и Ор поддерживали руки его. Один с одной, а другой с другой стороны. Как они понимали? Где они? Так они не могли поддерживать. Вывод, что вот так. Под него камень. Враг наседает. Он опускает руки. Мгновенно. Браги сразу стреляют. Танки горят. Поднимет руки. Враг падает. И они догадались, что это делать. Два человека с двух сторон его держат. Это вообще... Вот читаешь когда... Какие они были прозрительные. И Библия одобряет это. И полная была победа. Враг разбит на голову. Больше он никогда не придет. Это у нас так вот. А вот у них там другие законы. Вот показывают. Проверка идет. Кадий. Это мусульман. Это судья. И он сразу смотрит. А у тебя хлеб когда пек? Такой первый сорт. Он туда порез. Показано все. Когда стоят, там просто намешано. А это что? А с ним идут охранники арестовать. Так. К воротам. Прибейте за уши его туда. А у них закон был. Студья спрашивает. Воровал. Да, воровал. Есть нечего было. Какая рука? Там не написано как. Главное ты своровал. Какая рука? Левая или правая? Сразу отрубается. Завязывай. Держи. Это твое дело. Умрешь. Второй раз. Третий раз только голова. Это законы такие. На миллиарды людей. В сегодняшнее время. И сколько воруют? Они говорят ни одного. Я даже прочитал. Есть такое государство. Там в Таиланде. Еще. И закон интересный. Тонет. Кто бы не тянул. Тонул мужчина. Спасай. Если женщина. Не спасай. Кто ее спасает. Того казнят. В Англии. Когда узнали. Говорят. Говорят. Человек и ненавистичный. Закон это. Он говорит. У вас в Бондоне никто утонул. Ну нынче уже в мае месяц. Только 300 человек утонуло. А у нас за 300 лет не одна девочка. Она еще в ванне играет. Тебе дочка надеется ни на кого. Учись плавать. Она как рыба плавать. Мужчина она может спасать. Ну надо брать опыт то из жизни людей то. Неправильно крестишься. Сидит он на этой стороне. Земного поклона не знаешь как делать. Поясной тоже. Вот так вот. Вот я смотрю. Ну сколько? 45 кажется архиереев стоят. Да какой же это поклон? Ну когда Берсиневские ведомости сохранили у ее игумена отца Кирилла Сахарова. Что поклонись соверши крестное знамение. Проверь себя чтобы рука могла достать пол. Я детям показываю это. Один раз. Даже из неверующих семей. Все приняли. Почему? Авторитет Библии. Я читаю это. И далее. Плащ Иеремия 1.14. Ярмо беззаконий моих связано в руки его. Они сплетены и поднялись на шею мою. Он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки из которых не могу подняться. Вот куда грозит это. В твои руки я не могу. Болячки. Это одним махом все это уйдет. Когда Бог наложит настоящие болезни. Не подвернешься и гнить будешь. Господь прямо говорит. Поднялись все это. Еще раз прочитай. Ярмо беззаконий моих связано в руки его. Вот так. Что я делал? Бог это знает. Я уже и кланялся и молился. А все равно на ум приходит. Как ты милостивый. Ибо вовек милость его. 135-й пацанов. Напротив каждого стиха 26 раз. Ибо вовек милость его. За все вовек милость дал две руки. Бог поверил поднимать. Подниму. Я тебя сокрушу мамона. Сокрушу свою гордость. А нет. Если не так я и ходить не буду. Нет занятий никуда. По своему буду жить. Живи. Никто не тянет. Но. Отмечать перед Богом. Я сказал. А если не сказал. 3.18 языки или. Если человек делал беззаконие. А ты не говорил. Он погибнет. Но его кровь я обзыщу с тебя. А если ты говорил кровью он на нем. А ты спас свою душу. Мое дело сказать. Чтобы вот это вот сказать. Я готовился примерно 2 месяца. Еще сегодня стоял. Здесь еще 3 места на память пришли. Дальше. Ну тут уже. Псалом 27.2. 26 июля. Серафим Саровский поминается. И как он молился. Поднимая руки. Стоял сколько дней. Я не знаю как это можно стоять. Сейчас еще я простою. А потом начну потихоньку убирать. Не выдержит. А выдержит. Потому что. Его спрашивают. Как ты сумел. А мы нет. Он говорит. Решимости не хватает. Прямо скажи. Я сокрушу тебя мамона. Дурость свою эту. Противление. Уберу. Бог повелевает. Вопросы сняты. Это Бог говорит. Поклоняюсь заповедям его. Делать дело Господне небрежно. Понять не можешь. Господь проклят. И все твои молитвы. Милосты. И все прокляты. Повторяю. Иеремия. 48.10. Маленько запоминайте. У нас вот в крестовозительской общине есть люди, которые стоят и записывают. Вот это нужно делать. Я это видел еще у католиков. А почему вы говорите католики правильно? А вот почему. Пять. Вот у человека семь это полнота. Попутно это все говорю. Находят разные народности. Маленькие такие. 200 человек в этой народности. Но есть три вещи, которые одинаковые у всех. Первое. Все верят. Все, которые найдены полудикари. Что был потоп и люди утонули. Кто на горе спасался как бы. А второе. У всех в разное время Новый год наступает на семидневной неделе. В семидневной неделе все верят, что у Бога есть рай и ад. Египтяне, ездычники. Все в это верят. Вот три момента. Откуда это? С одного места разошлись. С Нового ковшеля. Когда начинают смотреть. Диво-то какое. Семь дней. Семь отверстий на голове. Посчитайте, если не знаете. Семь. Вся мудрость здесь. Отвергнись в себя. Все, что Бог тебе дал. Возьми крест руками. Следуй за мной и ноги. Ну, как все сделано. Один как-то сказал. Говорит. Знаете, вот пришел ты откуда-то. Уже знаешь многое. А вот первый раз бы ты увидел. И сказал. Нужно такое животное, чтобы создал Бог. Чтобы много мог вести. Легко приручался. И двое сели на спину. И он смелый был. Ничего не боялся. Мы бы нарисовали лошадку. Другого нету. Вот. У Бога вымерено все. Мы как-то на днях идем. Тут корову прошли. Ну, большая лепешка. Говорят, из этого нам дают молоко. Дают сметану. Дают сливки. Сыр. Масло. А через нее прошло. Там у нее книжка. Внутри когда смотрели. Ох. Ибо вовек милость его. Травы наелась. Попила. И все полезно для человека. Вот человек еще не создан. А уже Бог все создавал для человека. Вот у нас дети бывают. Ну. Привезли одного попутно скажу. Ребенка. А он не разговаривает. А почему? Отец пьяница. И мать зарезала прямо на его глазах. И у него речь отнялась. Я как вспомнил его. Уж как только не подходили. Я раз-другой ему сказал. Смотри, вот тебя все-таки решили послать сюда. Тетушки там тебя любят. А смотри, какое стекло. А его не было. Выщий пузырь надевали. А вот смотри, как двери на шарнирах. А люди не знали этого шатре. И все тебя ждали, когда ты родишься. Он губами зашевелился, заговорился. Человеку надо дать понять, какую ценность он представляет для Бога. Как он его любит. Как ждет. Я мог это не говорить. Ты бы этого не знала даже. Мучился со своими руками. Лишний вес высчитайте и объявите ему войну. Убрать. Никаких изменений. Продлится жизнь. Покорность Богу. Псалом Пластин 2. Услышишь голос молений моих, когда я желаю к тебе, когда поднимаю руки моих к святому храму твоему. Давид в свое время к храму. Некоторые проходя где-то крестятся. Храм это мы Божий. Храм. Дальше. Дальше 47-10. И когда говорят, что мужи поднимают, это и жены поднимают. Мы считаем Агафьи. Ну первые христиане иногда не молились так. Подходящее место. Ну я как понимаю. Чистое место. Они вот так крестообразно ложились. В таком состоянии была даже молитва. Ну. Крест. Главное крест. И на кресте он распростер руки. Господь говорит через Павла, чтобы познали, что есть любовь Божия. Высота и глубина. Широта и долгота. Я бы никогда этого не понял. Златоуст говорит. Высота Божьего креста такая. Она делается лестницей. В небо она сходит. Глубина разрушит ад. Широта со всего мира всех приглашает. И долгода. Вечную прекрасную жизнь. Это все в любви. Ну то есть Златоуст. Я говорю, что это не мое. 87-10. Око мое истомилось от горести. Весь день я звал к тебе Господи. Простирал к тебе руки мои. Это так было всегда. Я к Богу простираю руки. Не просто где-то. Вот у нас, которые еще приезжали летом, сколько гостей. Все поднимали руки. Адин не поднимал, когда читал. Тут уже никак. Он сказал, встань сзади. Мы сохранили эти снимки. Я говорю, когда беседую, у меня есть такой ролик. Он называется «Миндальная повесть». Звонок. Метрополит звонит. Я свободен. Приходите. И вот мы в епархии у него. Метрополия теперь. Сидим за столом. Я говорю. Посмотрел. Уже час и восемь минут я говорю. А он еще слова не сказал. Я говорю. Владыка. Ну вы хоть слово-то скажите. Ну это все записано у нас. Несколько человек, которые снимали. Он говорит золотые слова. Не умолкайте, пока Господь не призовет вас в вечную обиду. Ну это слишком высоко взял. Но Богу так угодно было. И такие отношения. Даже вот архиерия этот приезжал к кому-то. Вот Каменский, Славгородский-то. Ну второй раз как будто бы здесь. Ну и поехал с каким. Ну видно, что для того довольно батюшку даже какую-то медаль изобрели. Это только у них такое. Во всех отношениях. Я батюшке сказал. Мне кажется, он расположен к нам. А до этого был который. Тут прямо первый раз приехал только. Западной Украине. Созвал священников. Забял его там всех. Так слышал, что потерявку ездить. Он будет ездить сразу в эту страню. Еще нас не видал. Ничего уже. Ну его Бог смел. Как будто никогда не было. Вот сейчас видишь. Присылали. Мы послали там батюшке этот. Как он там. Псалом 39. Может быть. Правильно? Посмотри. Сейчас видно тут так. Нет? Частота еще. Ну ладно. Там написано, что он повторяется. Я нашел. 104 раза. Римлянам 10, 21. Еще одно. Римлянам 10, 21. Об Израиле же говорит. Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Это Господь простирал руки. Если бы мы знали, как о нас заботятся ангелы, как Господь, как ближние наши, которые достигли Царства Небесного. Да прославится Господь в руках наших. И все, что связано с руками. Мы когда людей призываем где-то, мы можем даже руку простянуть и сказать, вот видишь храм. Мне говорят, а сколько общин я бы мог создать? Вот теперь я смотрю. Ну самое малое 700. 700 общин. Люди сразу приезжают. Как образовать? Мы всех отправляли в Патриархию. Это моя самая большая ошибка. Но по-другому я не мог сделать. Вы начинаете сразу ходатайствовать и отправляю к местному архиерею. И сегодня, которые обвиняют, что мы кого-то убили. Вот так все смеют. Когда ролики эти поместили, все заглохло и никогда нет. Ни разу нигде мы не сказали приходите к нам. А почему? Боимся. Я ответ даю. Устав наш, который был, я составлял. Здесь сестре доверили деревьевские правила. Она поддержала. Пришла и говорит, я не могу написать. Ну пришлось тоже написать. И вот там, в уставе говорится, мы к себе никого не зовем. Мы должны дело в жизни показать, чтобы люди захотели. Чтобы они увидели, что мы послушные Слову Божию, которое будет судить нас. 12.48 я сказал. Об этом мы считаем в Деянии апостолов. Об этом мы считаем в Евангелии от Иоанна. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Богу нашему слава и вовек милость Его да будет с нами. Аминь.